Во всех учреждениях профессионального образования и школах области прошла всероссийская антинаркотическая акция за здоровье и безопасность наших детей. Успехом у молодежи пользовались мероприятия «Активный выходной», направленные на популяризацию здорового образа жизни. Так, в один из выходных в Центральном парке культуры и отдыха работали сразу несколько площадок на любой спортивный вкус. Да, мы собрались специально для акции, то есть игроки, ну, практически каждый день, да, все равно посвящен спорту у нас. Кто-то в тренажерном зале, кто-то еще другим видом спорта занимается. Вот, у нас нашлось свободное время, мы откликнулись. Нам еще нужны новые игроки, нужно показать интерес к людям. В рамках летней оздоровительной кампании в лагерях за Уралье проходит профилактическая акция «Здоровому образу жизни. Да». В данной акции принимают участие все дети, отдыхающие в лагере. Проводятся тренинги, интерактивные программы по правовому воспитанию, профилактике потребления психоактивных веществ. Помимо этого, и что особый интерес вызывают у ребят, им рассказывают о работе со служебной собакой, правила обращения с оружием и даже дают возможность детям пострелять в лазерном тире. В целом же, в рамках областной госпрограммы, органы власти регионального и муниципального уровней силовые структуры объединили свои усилия, выстроив совместную работу по следующим направлениям. Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача. Елена Баева отметила, что благодаря проведенной сотрудниками учреждения здравоохранения и образования о разъяснительной работе с подростками и их родителями, в 2016 году увеличилось число старшеклассников и студентов, которые прошли добровольное социально-педагогическое тестирование. Значимой составляющей профилактики является ежегодное мероприятие по раннему выявлению наркопотребителей среди обучающихся студентов, которые состоят из двух этапов – социально-педагогического тестирования и профилактических медицинских осмотров. В марте-апреле текущего года проведен второй этап профилактических медицинских осмотров, в котором приняли участие более 1200 подростков или 85,5% от подлежащих. Губернатор Алексей Кокорин поручил начальнику управления по социальной политике Елене Баевой и своему заместителю, начальнику финансового управления Елене Лукашук, держать на особом контроле дальнейшее финансирование мероприятий программы противодействия незаконному обороту наркотиков и их исполнения. Борис Лайкин, Александр Мироненко, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру